Залетела и поэтому потом вышла замок. Нет, не могу даже об этом говорить. Это вообще меня не устраивает. Вам кажется, что у меня что-то идет не так? Полная фигня вот все, что я сейчас сказала. Привет, красотка! И сейчас вы видите много чего нового. Новые волосы, новый объектив. Точнее, объектив у меня, наоборот, старый, причем вот старый-старый. Первый, на который я снимала, видите, у меня сзади так размывается фон. И я сейчас от камеры нахожусь очень далеко, мне очень непривычно. Не знаю, я решила поэкспериментировать. И сегодня у нас видео, которое вы очень любите всегда. Называется видео без сценарий. Я тоже такие видео, на самом деле, люблю. Мы сегодня просто будем с вами собираться. Передо мной куча косметики лежит. Я уже знаю, что мы будем с вами делать на лице. И параллельно я буду отвечать на ваш вопрос, который вы задавали мне в Инстаграме. Поэтому, если хотите попадать в такие видео, если хотите, чтобы я отвечала на ваши вопросы, обязательно на меня подписывайтесь. Но не только поэтому, на самом деле. Потому что я там намного более активна, нежели на Ютубе сейчас. Я там очень часто выставляю сторис, все, что происходит, в принципе, в моей жизни. И, конечно же, запасайтесь тем, что будете пить на протяжении всего видео. Потому что мы с вами будем болтать долго. Вы знаете, как я это люблю делать. У меня вот водичка в моей любимой бутылочке. И поехали. У меня на лице уже есть увлажняющий крем. Я хочу увлажнить губы. Потому что к моменту, как мы до них дойдем, к концу макияжа, они уже будут готовы, будут увлажнены. Вот минус этого объектива в том, что я не вижу, он сфокусировался сейчас или нет. Потому что я очень далеко нахожусь от камеры. Как тебе удается все успевать? Многие мамы жалуются, что времени нет даже на себя. Мне не удается успевать все, потому что нет смысла успеть все. Нужно ставить приоритеты и успевать делать то, что тебе нужно. Конечно, с появлением Евы времени стало намного меньше. Но как бы парадоксально это ни звучало, такое ощущение, что я, наоборот, стала успевать реально больше. То есть я меньше по времени прокрастинирую. Я меньше убиваю время в никуда, так сказать. И, конечно же, один из самых важных моментов, основополагающих, как я считаю, в любом тайм-менеджменте, это план, это список дел, это четкие дедлайны, когда ты что должен успеть. Совершенно по-другому реагирует мозг на вот эти вот дела, когда он знает, что он должен сделать и в какой срок. Это вот, ну, действительно феноменально. Я наблюдала за собой, когда в голове хаос вроде бы много надо всего сделать, но ты не знаешь, что именно и когда, и как. У тебя нет четкого плана, нет дедлайна, какие приоритеты у этих дел, то есть что важнее, что менее важно. То мозг, он будто бы немножко в такой растерянности, он не понимает, что куда делать, и в итоге вы время, ну, не вы, я говорю сейчас про себя. Мне кажется, так у большинства людей в итоге время как раз-таки расходуется на ненужное. И только вы составите план, только вы поймете, что важно, поставите приоритетность. Все, ваша продуктивность просто на высоте. Я, кстати, нанесла легкий тон от Artvisage, очень его люблю. Уже покупаю второй, он стоит рублей 200, по-моему. Пока у меня такое влажное лицо, я нанесу хайлайтер от Ifroche. У него такой интересный золотистый оттенок. Я пока отвечаю на следующий вопрос. Хотелось ли вернуться в прошлую жизнь и еще пожить для себя? Я недавно, на самом деле, опубликовала пост в Инстаграме о том, что вот я стала мамой так рано. Для большинства людей, скорее всего, потому что многие у меня спрашивают, когда о возрасте, например, там, в бассейн вот я хожу, да, или когда в подницу, там, не знаю, идем к врачу, он спрашивает у меня возраст. Во-первых, мне не дают 21 год почему-то. И потом, когда узнают, что 21 год, они вот на 80% уверены, что это не запланированный ребенок. Когда еще узнают, что муж у меня на 10 лет старше, они еще больше убеждаются, что это вот просто залетело, и поэтому потом вышла замуж. Когда я говорю, что ребенок жила на Еея, готовилась к рождению и к зачатию, извините за такие темы, и ко всему процессу беременности, очень многие удивляются, потому что в наше время это действительно такой ранний возраст. Все хотят как раз-таки пожить для себя. В общем-то, вопрос был в другом. Вопрос был в том, жалею ли я ни в коем случае. Мне настолько вообще не могу даже соотносить эту фразу, жалеть о появлении Евы. Я даже не знаю, как можно это выговорить, как это можно произнести, потому что не то чтобы смысл жизни в детях, так тоже неправильно говорить, как я считаю, смысл в жизни во многом на самом деле, во многих вещах. Не нужно концентрироваться только на одной какой-то сфере отрасли и считать, что это все самое важное в жизни. Но как круто повернула Ева нашу жизнь, сколько она уже нам принесла счастья, положительных эмоций, развития, роста, сколько возможностей. Мы стали по-другому смотреть вообще на многие-многие вещи. Многие ненужные вещи стали отпадать, так что ни в коем случае вообще... Нет, не могу даже об этом говорить. Давайте перейдем к следующему вопросу. Как тебе твой новый цвет волос? Мне очень нравится. На самом деле я абсолютно не знала, что делать, когда шла к мастеру в салон. Вот я прям села в кресло и мы начали говорить. Я пока что делаю контуринг. То есть я заранее забронировала длительный сеанс, 5 часов, и то мы сделали все за 6,5 на самом деле часов. На всякий случай, потому что я не знала, будет ли это осветление, будет ли это какая-то сложная техника, что вообще будет. Я просто знала, что то, что у меня происходит на голове сейчас, это вообще меня не устраивает. И в таком цвете я на самом деле уже была. Вы, может быть, меня не помните в таком цвете, потому что большинство моей аудитории пришло тогда, когда я была что-то типа блондинка, амбре, балаяж, ну вот какие-то такие вещи у меня были. А такой темненькой я уже была, и на самом деле я себя очень комфортно ощущаю в этом цвете. Хотела бы что-нибудь изменить в прошлом? Почему-то уже второй вопрос подряд о том, что я хочу что-то изменить. Скажите, вам кажется, что у меня что-то идет не так? Когда-то я отвечала на этот вопрос, но я кратко так скажу, что никогда бы я не хотела ничего изменить, даже если в моей жизни произойдет что-то прям вот страшное. Я в любом случае никогда не хотела бы ничего менять, потому что, ну, это опыт. Значит, я должна через это пройти. Значит, я именно так вырасту. Значит, именно через эти сложности я перейду на новый уровень. И это намного легче осознавать, намного легче жить с такой реальностью, нежели ты постоянно будешь думать о том, что там надо было сделать когда-то что-то по-другому. Эти мысли вообще априори неэффективны. Они не имеют смысла, потому что ты все равно не вернешься назад. Немножко румян. Я уже хочу перейти к бровям, потому что, знаете, пока у меня нет бровей, у меня нет лица. Абсолютно. Не надоедает ли мне гулять в одном и том же парке каждое утро? Кто подписан на меня в Инстаграм, тот знает, что я действительно каждое утро... Очень темно стало, мне кажется, и это так. Так ведь лучше? Я надеюсь. Я действительно бегаю в одном и том же парке, я действительно делаю разминку каждый день в одном и том же парке и гуляем с коляском и тоже в одном и том же парке. Но нет, меня это ничуть не раздражает, не бесит. Вообще я оценю просто то, что есть возможность вот так вот, живя в городе, а не за городом, окунуться немножечко в природу, погулять среди деревьев, подальше от машин. Мне кажется, вообще природа никогда не может надоесть. Ночью Ева спит тоже с феном. Нет, конечно, вообще фен это не то чтобы крайняя степень, но это своего рода белый шум. Мне, кстати, многие пишут, что Саша, есть же приложение, приложение на телефон, которое тоже там с шумом. Я, конечно же, об этом знаю, но это полная ерунда по сравнению с настоящим вот звуком, который издает какой-нибудь прибор. Например, фен, стиральная машина, газонокосилка, пылесос. Вот почему-то дети реагируют вот на такие настоящие какие-то предметы с настоящим звуком намного более правильно. То есть это их успокаивает. А когда этот звук идет из телефона, это намного менее эффективно. То есть это тоже работает, но это менее эффективно. Видимо, вот этот металлический звук, то, что вот через динамик телефона все это прослушивается, как-то не так влияет, не так работает. Фиксирую брови грилем. Грилем? Грилем. Какая ваша любимая помада? У меня три любимых помады. Две из них кремовые. Это от L'Arte del Bello. Она у меня, кстати, лежала в бьюти-боксе в первом. В оттенке 302. Такая нюдовая сегодня, наверное, ею накрашусь. Вторая помада любимая, это 983. Она еще светлее. Очень светлый такой нюд. И любимейшая матовая помада от MAC. Как ты начала бегать? Вообще, первый раз я начала бегать после того, как прочитала книгу «Магия утра». По-моему, не раз об этом рассказывала. Я так захлеб прочитала просто за ночь, за вечер, что на следующее же утро, то есть, получается, я ночью не спала, настолько я была замотивирована, что в следующее же утро я проснулась в 6 или в 5.30. И вот с этой книги начался мой режим, который до сих пор сохранился, который мне очень-очень нравится, и я с ним комфортно себя очень чувствую. Сейчас кажется, что слишком светло. И вообще, я бегать ненавидела всегда. Я прямо не понимала, как люди могут бегать, ну, не просто, чтобы сдать предмет в школе или в университете, а вот хотеть бегать самой, самому. Это удивительно. На самом деле, я не скажу, что мне очень легко дается бег, что я прям бегу и, знаете, могу не останавливаясь, 2 часа бежать и очень кайфовать от этого. Скорее, не так. Я просто понимаю, что бег мне полезен. То есть, не такой бег, когда ты там сильно прыгаешь и прям сотрясаешь все тело, кости. Да-да! Да, конечно, можно покушать. Я, извиняюсь, я тут отвлекалась кое-кого покормить и сменила занятие платья, потому что кое-кто меня запачкал. И еще забыла вопрос, на который я отвечала, поэтому я буду искать новый. Как ты начала бегать, у меня спросили. Я быстренько скажу, что единственное, чем я могу поделиться в этой теме, это тот факт, что я слушаю всегда аудиокнигу во время бега. Так намного быстрее время проходит. Я не замечаю, как я пробегаю намного больше по дистанции и как будто бы меньше от этого устаю, понимаете, да? Все равно мозг, когда он знает, что он там пробежал два круга, например, он думает, так, ну уже много, наверное, уже надо устать. И ты чувствуешь такой, ну что-то вроде я устал, можно и хватит. А когда аудиокнига в ушах, ты не замечаешь, сколько ты бежишь, ты акцентируешь внимание совершенно на другое, всегда я пробегаю дольше. Так что вот такой вот вам лайфхак от меня. Я вдоль роста ресниц прохожу темными тенями, темно-коричневыми. В самом начале я захотела, если честно, сегодня сделать красные тени и желтые стрелки. И сейчас понимаю, что к такому цвету волос, мне кажется, такое уже не очень подойдет. Я вот прямо сейчас на себя смотрю и не вижу здесь желтой стрелки вообще. Но можно на серединку века добавить золотистого. И вот насчет бега. Главное, не слушайте музыку, а именно слушайте аудиокнигу. Во-первых, это куда полезнее. Во-вторых, ты, когда акцентируешь внимание на то, что слушаешь, то есть ты вникаешь в этот процесс, ты не замечаешь, как бежишь. А музыка, она все равно более фоновая. Как думаешь, достаточно справедлив ли наш мир? Интересный вопрос философский. Не знаю насчет всего мира. Я считаю, что в плане жизни человека справедливо то, что все возвращается бумерангом. Я верю в это. То, что чем больше добра, тепла, любви ты отдаешь, бескорыстно, абсолютно, вот с открытой душой, тем больше хорошего и позитивного тебе и вернется. И абсолютно наоборот, чем больше гадости, зла, там, не знаю, зависти от тебя исходит, тем больше и чаще это возвращается обратно человеку. Может быть, в других проявлениях. Но в любом случае я верю в карму. Я верю, что человека наказывает судьба или не судьба, называйте там вселенная, как хотите, какая-то энергия. Если он поступает с людьми плохо, там, не обязательно с людьми, с животными, ему обязательно вселенная покажет, каково тем людям, к которому он так плохо отнесся, чтобы он это ощутил на себе. Я в это верю, я в это верю. Добавляю немножко золотинки на середину века. Привет, как ты добилась успеха в этой сфере? То есть, чего начала, чтобы стать блогером? Я когда начинала снимать видео на YouTube, я абсолютно не думала о том, что это должно приносить мне деньги. Я считаю, что это первый ключевой момент. Я взяла помаду Лярта Дель Белло, которую вам уже говорила. Главное правило, это чтобы это действительно было ваше любимое дело. И начинали вы не из побуждений, типа, а что сейчас актуально, а что сейчас приносит деньги, а вот это вот модно, а вот это не модно. А вот раз люди становятся такими, значит, таких уже много, и мне туда не надо лезть вообще. Вот полная фигня, вот все, что я сейчас сказала. Абсолютно не нужно думать о ком-то, когда вы думаете о том, кем вам стать, о вашем предназначении. Нужно заглядывать только внутрь себя и понимать, где какие темы вам откликаются, в вашей душе, что вам интересно. Вот именно там вас и ждет максимальный успех. Когда что-то начинается только ради денег, а вам это никак нигде не откликается, поверьте, мотивации надолго не хватает. Человек может легко перегореть, человек может легко сойти на нет в этой сфере, потому что нет того, что будет постоянно подпитывать, даже когда будут неудачи, даже когда будет все плохо. Вот вы думаете, что у меня идеальная жизнь, я всегда очень замотивирована снимать видео, у меня каждый день вдохновение, обалденно, все классно. Нет, конечно, я такой же живой человек, у меня точно так же бывает, что нет идей, нет вдохновения, нет желания вообще снимать. Именно моя любовь к этому делу, именно то, что я начала из-за того, что это прям мне безумно нравилось, несмотря вообще ни на что, несмотря ни на кого, вот это до сих пор и держит меня на плаву. Поэтому успех в моем деле, в моем случае обусловлен невероятной любовью к тому, что я делаю. Ну и последний вопрос, я пока заканчиваю с тушью. Насколько поправилась во время беременности, как буду приходить в форму? Во время беременности я поправилась на 11,5 или на 12 кг, и после рождения Евы у меня большая часть сразу же как бы ушла. В первый месяц вес еще убавлялся-убавлялся, то есть там матка сокращается, все органы встают на место. Я, в принципе, начинаю ходить, уже что-то делать. Ну, первые 40 дней, вы знаете, у меня были такие восстановительные, я вообще очень мало двигалась. А вот сейчас я уже начала заниматься спортом, то, что позволительно пока что без упражнений на пресс, например. Вот начала бегать. И вообще я хотела снять вторую часть моего восстановления после родов, там, где я подробно расскажу и об упражнениях, которые я делаю, и о том, что я конкретно делаю с животом, то есть как массажирую, как скрабирую, о моем визите к остеопату. Ну, в общем, отдельное видео такое на канале будет. Ну, а мы с вами уже будем завершать. В принципе, макияж у меня готов. Ну, а я вас, красотки, зову в свой инстаграм, потому что я там очень часто сейчас появляюсь. И, конечно же, улыбайтесь чаще. Я вас очень сильно люблю. Субтитры сделал DimaTorzok